Междугородний турнир по волейболу памяти Александра Раевского. Это всякий раз больше, чем просто соревнования. Это дань уважения человеку, который своим трудом, направленным на испытания военных комплексов, но с большой вклад в развитие военной авиации. Александр Михайлович, мы проходили службу с 92-го года, бок о бок, в одной эскадриле, занимались летными испытаниями. Как раз командиром эскадрилы был Николай Федорович Диордица, занимались корабельной тематикой. Руководителем этих всех летных экспериментов на корабле был Виктор Мартынович Чиркин, герой России. А впоследствии, если помните, как раз им троим, Раевскому, Диордице и Петруше, присвоили высокие звания героя Российской Федерации именно за этот этап. Огромные работы на грани человеческих возможностей. Ахтубинские ветераны гордятся, что и трудились вместе с замечательным человеком, и играли на одной спортивной площадке, в одной команде, в свой любимый волейбол. Вот эта вот площадка, которая за спиной, это наша половина зала. Каждый вторник, четверг мы собирались здесь, играли в волейбол. И когда у Александра Михайловича было время, он всегда присутствовал на площадке. Самоотвержение игрока в защите, в нападении трудно было найти. Он такой, выше среднего роста, поджарый, сухенький, прыгучий такой, тянул мячи такие классные. И вообще, как человек в общении, это была душа человека. В турнире участие приняли шесть команд. Две из Ахтубинска, а также из Баскунчака, Черного Яра, Волжского и Волгограда. Соревнования шли в одном зале. Так что у болельщиков была возможность наблюдать, как ведут игру сразу четыре команды. Пришли посмотреть, посмотреть, как раньше играли. Потому что сейчас все по-другому совершенно и все. А чем сейчас встречается в волейбол? Скорость нам даже больше. За кого вы сегодня болеете? Я болею за команду «Ветеран», потому что я бывший игрок этой команды. И получаю большое удовольствие, что возрастная группа играет красиво и хорошо. На площадках кипели нешуточные страсти. Волейболисты то атаковали противников, то защищали свои игровые поля. Подача, переход, розыгрыш. И вот уже одна команда обнимается, празднуя очередную очко. Одну игру отыграли, выиграли 2-0. Пока все получается. Мы здесь не первый раз, всегда рады здесь играть. Хорошие команды, хороший прием, все замечательно. Спасибо. Как вы думаете, как служится для нас в тренинг? Я надеюсь, что хорошо. В том году мы были первые. С Лужком сыграли. Да, 2-0. 2-0 мы сыграли. Проиграли? Проиграли. И? И с Ахтубинском надеемся выиграть. Вот так вот, да? А как же, только так. Мы-то уже размялись, а они еще нет. Обыграть Ахтубинцев так быстро, как другим командам хотелось, не получилось. Нашим спортсменам сил и опыта не занимать. Они играли слаженно и выходили вперед. Мы сыграли одну игру с командой Черного Яра. Выиграли 2-0 по партиям. Следующая игра с командой города Ворского. Мы надеемся победить. Как команда играет сегодня? Сегодня достаточно неплохо, но можем лучше. Любые соревнования, которые проводятся по волейболу, это всегда отличное настроение, позитив. И рады всегда встрече друзьям, которые к нам приезжают по нашей волейбольной линии. С кем уже успели сыграть? Ну, мы сейчас сыграли только пока с одной командой нашей подгруппы. Это Баскунчак. Впереди у нас еще одна игра серьезная, это с командой города Волгограда. Настроены на игру. Все будет хорошо. Первую игру выиграли с Баскунчаком. Так что уже задел сделали. Что помогло выиграть вам? Что? Ну, наше стремление, напор и сыгранность. Сильнее Ахтубинцев в этот раз были волгоградцы. В итоге они стали серебряными призерами турнира. Победный кубок у команды из города Волжского. Бронзовых наград удостоилась команда Ахтубинска-1. Ахтубинские ветераны заняли почетное четвертое место. Не очень повезло команде из Баскунчака. Однако у железнодорожников железная сила воли. И это команду к победе еще приведет. Стараемся сыграть, стараемся бороться. Все борются, наши ветераны. Так что не оставляем спорт. Стараемся поддерживать свой спортивный тонус и здоровый образ жизни. Помимо наград и подарков, участники соревнований получили заряд бодрости и хорошего настроения. Это немаловажно, уверены волейболисты, которые немного отдохнут и вновь приступят к любимым тренировкам. Очередной турнир не за горами. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Евгений Костюков. Ахтубинск ТВ.